Сегодня работа информационно-пропагандистских групп – одно из важных направлений ряда общественных и государственных организаций, а также всех ветвей власти. Главная цель – разговор с трудовыми коллективами напрямую, изучение общественного мнения и анализ ситуации. Поэтому диалог известного белорусского общественного деятеля и по совместительству сенатора Геннадия Давыдько с рабочими и служащими Савушкиного продукта получился конструктивным. Когда ты приезжаешь на проблемное предприятие, которое столкнулось с определенными финансовыми трудностями, организационными, это одна встреча. Когда ты приезжаешь на благополучное предприятие, на флагман, как сегодня Савушкин продукт, я думаю, здесь будут совершенно другие вопросы, совершенно другие естественные ответы. Но, тем не менее, люди, они ведь живут ежедневно среди соседей, среди родных, которые работают на других предприятиях, у которых другие проблемы и которые тоже могут высказываться. Поэтому любая встреча, любое общение – это большая польза. Основной темой доклада белорусский сенатор выбрал здравоохранение. Геннадий Брониславович с легкостью оперировал цифрами и фактами. Рассказывал о последних достижениях в сфере белорусской фармакологии и трансплантологии. Активно обсуждал с залом плюсы и минусы закона о самогоноварении. В ходе диалога стороны подняли тему пенсионной системы и необходимости ее реформирования. За час общения руководитель Белой Руси затронул практически все стороны жизни и деятельности белорусов. Встреча получилась живой и эмоциональной. Геннадий Давыдько делился с залом своим видением ситуации и проблем на простом и понятном языке. Впечатления у меня остались только положительные. Впервые присутствую даже на такой встрече. Запомнились, конечно же, впечатлили меня цифры. Назвать их повторить не могу, но довольно-таки убедительно. И удивило то, что многое из Беларуси у нас котируется в других странах. Мне понравилось, очень понравилось даже. Много вот узнала даже про, ну и цифры про Беларусь, про Александра Григорьевича Лукашенко. Ну, все понравилось мне. Сегодня Беларусь насчитывает почти 180 тысяч человек и является одной из самых влиятельных организаций в стране. А это значит, что основной задачей объединения по-прежнему остается поиск болевых точек, скрупулезное изучение проблем с последующим их решением. Переоценить такие встречи невозможно. По результатам каждой встречи идет анализ, идет работа. И это реальная, не на словах, а на деле, связь власти и народа.